наш эфир продолжает программа час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемые слушателям давайте поговорим вот о чем Seattle Portland правда Недлер назвал это мифом но в смысле то что творит Антифа в этих городах Джерри Недлер представитель комитета юридического нижней палаты нашего конгресса назвал это мифа в ответ на вопрос журналиста так вот что дальше кто следующий да Недлер у него своеобразное понятие мифологии то есть несуществующее сотрудничество Трампа с Кремлем это реальность а погромы в Портленде но это конечно миф и этого нет и еще есть такой упитанный товарищ CNN Stelter да он по моему не так давно утверждал что преувеличение там ничего на самом деле не происходит но посмотрим немного что же там происходит и чего нет благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и вообще нас об этом предупреждали более того предупреждали кстати говоря и мы в своей передаче если вы ради интереса найдете выпуски еще по-моему января конца января начала февраля где мы обсуждали видео активистов компании Сандерса то там правда речь шла больше о лагерях которые они обещали всем неугодным но там открытым текстом было сказано что погромы будут но естественно там немного другие места и дата они их увязывали с результатами выборов в ноябре и с результатами демократического съезда по номинированию кандидатов президента но все несколько изменилось как вы видите так что в любом случае нас на самом деле сами же погромщики обо всем предупредили антифы и так далее и поэтому удивляться конечно же не следует а другое дело как на это реагирует власти демократически и пресса конечно же но здесь с одной стороны опять впору удовлетворенно сказать мы вам это и про это и говорили с другой стороны конечно ничего хорошего здесь нет это извечная проблема пессимиста даже когда ты оказываешься прав то ты не можешь испытать удовлетворение от этого а ну при сиэтлова уже много чего слышали там строили коммунизм для черных закончилось все тем что убили двух чернокожих же молодых людей было много раненых а прогрессивная мэрша лесбиянка да еще и дочка видного человека в сиэтлской демократической машине до дуркин она то клялась в дружбе и в том что у нее лето любви вот это хамуна но когда выяснилось что все довольно таки плохо и когда ее собственной безопасности была уж под угрозой то тогда уже вход пошла полиция при этом местный городской совет кстати говоря издал закон согласно которому полиция но практически должна просто стоять и получать по разным частям тела потому что полиции запрещено использовать так называемую не смертельную силу это вот пресловутые резиновые пули слезоточивый газ и так далее то есть иными словами полиция должна просто стоять пока и убьют либо должна убивать ну потому что третьего выхода и не оставить к счастью судья местный окружной роберт он этот закон затормозил хотя к сожалению он на самом деле не совсем прав потому что увы имеют полное право члены городского совета если они идиоты такие законы принимать и судья по большому счету этого отменить не в состоянии и его этот запрет он во-первых временный во вторых если это перейдет в суды высшие станции его к сожалению быстро отменят наверняка но как бы то ни было полиция по большому счету повторяю она скован в портленде вы тоже знаете что несмотря на заверение средств массовой информации и прочих левых товарищей что там вот просто идиллия изредка выходят мирные демонстранты которых связывают и увозят в неизвестном направлении агента злого трампа а так ничего вообще не происходит и хроника с поджогами с погромами опять же ситуации с нападением на полицию раненые полицейские зала помещение суда местные которые у них погромчик вызывает особую любовь наоборот они там то там стекла бьют то туда фейерверк пускают то поджигают то еще что то ну в общем здание уже много чего на себе испытал но опять якобы ничего этого не происходит меня кстати говоря очень удивляет что собственно левые так возмущаются конечно же все эти истории про аресты похищения и так далее это неправда потому что люди которые представляют там министерство безопасности они все вообще должны быть форме но даже если мы вдруг представим себе повторять неправда давайте представим что вдруг это работает вообще левые хотят именно этого они же у нас требуют говорят что гулаг было круто это я не его думают я цитирую опять же одного из тех активистов компании сандерс чьи видео выложены мы в январе обсуждали что система советская было замечательно что надо ее поощрять восхвалять и так далее вот поощряйте восхваляйте но выясняется что когда арестовывают непосредственно тебя или когда по голове достается лично тебе то это как-то уже не очень хорошо и все это не нравится и сразу же вспоминаешь американскую демократию которую только что проклинал последними словами и начинаешь требовать чтобы она тебя защитила ну и все такое прочее однако еще раз повторяю они если ничего и заслуживают то как раз самого сурового к себе отношения но вы они этого не дождутся конечно же что касается действий президента здесь конечно же у нас тот самый старый конфликт опять федеральных и местных властей и мэр того же по портланда уиллер и местный сенатор уайден они все криком кричат что дескать не надо нам никаких тут федеральных агентов мы сами совсем справиться как они справляются вы тоже можете видеть когда уиллер идет демонстрантом горосказывать им как он их любит они его освистывают там чуть ли не оплевывают и чуть ли не бьют и так далее и если я о чем и сожалею то только о том что использую слова чуть ли не я поверьте мне опять не желаю мэру ничего плохого но если он так хочет на себе испытать любовь погромщиков пусть что ж может он мазохист я не знаю ты его в конце концов выбор так вот все они негодуют возмущаются но глава пусть и временное министерство вулф он общем то говорит совершенно верно нам приглашение не надо если в действии погромщиков как они себя там называют уже неважно пусть будут погромщики если страдает федеральная собственность все раз и местные власти не могут ничего сделать автоматически включаются федеральные силы и это мы видим с вами на примере того самого зала суда это федеральное помещение если там страдают интерна верняка страдают другие элемент федеральной собственности и федерального подчинения то конечно же действовать должны именно федеральные силы интересно кстати говоря что я бы здесь сослался например двух президентов девятнадцатого вообще века одного республиканца одного демократа но республиканцев наверное догадались кого это линкольна конечно же потому что когда он столкнулся с похожей ситуации то войска он применил и сегодня у нас складывается вообще такое положение вещей может я еще его кстати даже затрону когда консерваторы сочувствующие югу и консерваторы сочувствующие северу это всегда интересно и мне самому я порой в этих спорах участвую на стороне севера но вот сейчас надо объединиться потому что консерватором которые сторонники юга надо признать что сейчас нужны меры в духе линкольна иначе их же наследие пострадает консерватором которые сторонники севера следует признать что южане их союзники и что защищать статуи тех же самых тони кэлхуна или эйкука о чем опять же я немного попозже еще скажу на сегодняшний день это гораздо важнее чем какой-то там пуризм и так далее поэтому пример линкольна здесь был бы кстати и даже больше наверное там все-таки совсем была радикальная ситуация но еще более показательный для меня пример кливленд знаете мой любимый президент демократ кливленд я напомню когда была знаменитая стачка в 90-е годы прошла теперь же позапрошлого века он отправил в иллинойс в ваш штат кстати сказать войска губернатор штата олдгельд тоже демократ стал писать длинные слезные письма кливленду уверяя что все неправильно и что нельзя присылать войска кливленд ответил двумя телеграммами которые трампу вот в пору цитировать и всем сторонникам закона и порядка первый кливленд написал что если мы видим то чем я вам говорил когда от погромщиков как они в год на себя называют страдают федеральные помещения страдает федеральная собственность и нарушается возможность взаимодействия между штатами зачем и должен следить президент то соответственно вступают федеральные силы олдгельда это не убедил и он написал еще более длинное письмо кливленду кливленд ответил что еще одной телеграммой что я от своих слов не отказываюсь я нигде не нарушил конституцию но от себя добавлю что в момент когда лица кливленда говорю в момент когда кризиса когда страдают люди когда страдают собственность то нужно забыть все подобные разговоры нужно применять все меры чтобы жизнь и собственность защитить я понимаю что для демократов кливленд это сейчас кошмар и ужас а никак не образцовый политик к сожалению но для республиканцев я думаю хоть он и представляет другую партию прежде всего для консерва для консерваторов республиканцев кливленд действительно идеальный пример и следовать стоит его телеграммам и его действием тем более что стачку войска благополучно разогнали как вы помните а и возвращаясь в день сегодняшний я знаю некоторые полагают что может другое немного взгляд на проблему в том смысле что не стоит подвергать опасности жизни агентов не стоит подвергать опасности президентский рейтинг перед выборами раз как кто-то процитировал менкина великого тоже и афориста и журналиста демократия это когда люди хотят получают то чего они хотят и чего они заслуживают и пусть они раз выбрали себе таких политиков как в портленде и сиэтле то пускай теперь сами с ними разбираются но тут видите какая опасность существует во первых многие либералы либералы кстати говоря они из портленда и сиэтла действительно могут уехать запросто и перебраться в какой-нибудь штат консервативный но станут они консерваторами нет конечно они с собой перетащат ту самую идеологию которые руководствовались живя в штате вашингтон живя в штате орегон и начнут в техасе голосовать за урук и ему подобных и распространять это по всей по всем красным штатам гатфилд любимый мой телеведущий сказал что давайте в последнем монологе их расселять в других штатах набрать с каждого подписку что вы отказываетесь от своих либеральных взглядов но естественно этого не будет поэтому опасность того что благообразные либералы разбегутся но не поумнеют ничуть и перебравшись в новые штаты будут голосовать за тех же уиллера уайдена и так далее она есть вторая проблема не менее важна это то что так пресловутая теория разбит хокон она работает не только на примере нью-йорка она работает и на примере всей страны и если оставить без наказанным такое вот в одном месте потом в другом месте то будет расползаться по всей стране и конечно же жители еще раз говорю всех этих городов штатов во многом навлекли на себя это сами поддержкой либеральной политики но увы они граждане соединенных штатов никто их гражданство не лишал все таки и таким образом все это будет расползаться по всей стране конечно же в штатах где более разумная политика по поводу оружия погромщиками я надеюсь управится так как надо управляться но само по себе дестабилизация это всегда штука очень вредно и если федеральные силы не прижмут погромщиков в двух-трех местах то это пойдет повсеместно именно это трамп и должен делать и он это своими силами пытается делать я естественно ему желаю удачи в этом деле да и всем нам конечно же потому что когда начинается такая ситуация это касается не только америке уже в сотый раз тоже повторяем это правда это касается и всех нас пойдет америка пойдет свобода во всем мире поэтому наш сегмент он называется Seattle Portland кто следующий я вот знаю что еще в некоторых городах подобное происходит ночи надеюсь что вот это удастся вовремя купировать запереть и не дать распространиться по всей стране погромщики они готовы их много они везде это не только черный белых там повторяю достаточно те самые активисты из видео сандерса они белые и некоторые кстати были иммигранты из вполне себе благополучных европейских стран там какие-то бельгийские марксисты я помню и так далее их надо останавливать и историческое повторяю традицию я сослался вам как вы видите на людей достаточно может быть разнопартийных но действительно озабоченных спасением своей страны традиции указывают что здесь федеральные силы должны сказать свое слово насколько эти федеральные силы сильны и насколько они смогут остановить все это вакханалию я не знаю но мне очень хочется надеяться что остановят и что в следующие четыре года я неизбежно выхожу на эту тему будут сделаны выводы из происходившего летом 2020 и по антифе блм и тому подобным неонацистским организациям как бы они себя не называли они таковыми являются удар будет нанесен но пока просто надо их запереть и остановить во что бы то ни стало здесь я прервусь если сергей что-то добавить с удовольствием передам ему слово абсолютно верно действия федеральной власти в портленде в светле оправданы и юридически оправданы и морально оправданы с любой точки зрения несмотря на то что мидия все время преподносит порой такие перла выдает что мирная демонстрация вот после того как они немножко так сказать ускорились подожгли там здание суда и там ранили нескольких полицейских это и бисе передавала репортаж такой дни репортаж а в твиттере написать такой выпустили то есть несмотря на все это я не понимаю как люди ведь видео гуляют по всем и даже на некоторых каналах телевидение показывает то что происходит назвать это мирными демонстрациями это то что на протяжении двух месяцев то чем кормила нас медиа что это мирные демонстрации мирные демонстрации но подумаешь там 1 застыли 2 застрелили сожгли там десяток другой машин там пару зданий разрушили и так далее все равно мирные демонстрации нет с одной стороны вот то что трамп какое-то время не принимал решительных действий может быть тоже оправдана то есть дали вкусить все прелести социалистического реализма это то что ожидает нас в будущем если вдруг молчаливое большинство будь останется сидеть на диване не пойдет голосовать особенно это касается пожилых людей я хочу особо подчеркнуть опасность которая грозит пожилым людям байден обещает отменить все реформы которые провел трамп другими словами даже если трамп закончит концу своего срока границу забор на границе байден откроет границы я хочу предупредить пожилых людей нелегальная миграция которая волной хлынет в страну которая сядет на шею налогоплательщиков поверьте мне политики не урежет свою зарплату не урежет свои бенефиты не урежет свои пенсии в единственная группа с которой единственная и первая группа с которой они начнут они начнут урезать ваши бенефиты с тем чтобы кормить нелегалов поэтому дорогие мои старики даже если вы никогда не принимали участие в выборах вам следует в этот раз хорошенько подумать или остаться сидеть дома я понимаю что сейчас проблема связи с этим с этой эпидемии возможно не все чувствуют себя комфортно идти на избирательные участки мы подумаем о том каким образом вам помочь для того даже для того чтобы проголосовать по почте вам необходимо зарегистрироваться для этого нужен интернет можно выйти на веб-сайт я понимаю что не все пользуются интернетом не у всех есть компьютеры я обращусь волонтером группе людей активных и мы подумаем каким образом вам помочь зарегистрироваться с тем чтобы у вас была возможность принять участие в голосовании потому что это во многом будет определять уровень вашей жизни в дальнейшем и я еще добавлю тут извините от себя что опять же обращаясь к людям пожилым а если у вас интересует как относятся демократы к людям преклонного возраста то смотрите не на байдена осмотрите на кома что было в его штате с людьми пожилыми такое впечатление что они на целенаправленно уничтожают пожилых людей это было в калифорнии это было в нью-йорке это было в мичигане а вот эти демократические губернаторы вопреки гайдлайнс которые выпустила федеральное правительство они издавали свои собственные указы по которым возбранялась нью-йорксингхомом отказываться принимать пожилых людей у которых которым уже был установлен диагноз которые были диагностированы с ковид-19 и они обязаны были их принимать что привело к тысячам и тысячам смертей я вообще не понимаю как кома до сих пор еще не под судом находится за это в общем в общем довольно сложная ситуация но мы каким-то образом должны должны у нас есть возможность спасти эту страну и спасти себя давайте примем пару звонков может быть добрый день вы в эфире добрый день господа дело в том что очень многие люди ставят когда говорят что будут грабить будут убивать это у нас нечего взять и очень многие думают что они спрячутся отсидятся и от лежат и именно это их они не хотят ни в чем просто принимать участие и уговорить таких людей обычно очень очень сложно попробуйте господа вам очень это признателен и сам попытаюсь принять спасибо спасибо вам а ну знаете когда у человека нечего забрать у него жизнь часто забирают это совсем это очень тяжелая потеря и и уже не возместишь к сожалению давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 ну а теперь о событии печальном на 104 году жизни уста ушла из жизни оливия д и виланд вот они да это к слову себе события грустные хотя человеку до 104 года она успела очень много два оскара и фильмы которые все мы знаем но мы-то знаем кстати говоря вот будущее поколение могут и не знать потому что ее самая наверное знаменитая роль все-таки унесенных ветром а вы знаете что унесенных ветром уже почти запрещают снимают платформа где их транслируют или там сопровождают каким-то текстом о том что это на самом деле российские фильмы и так далее и тому подобное а я прежде чем поподробнее немного рассказать про хэвиленд и почему ее смерть именно вот сейчас не грустно не только потому что потеря всегда печально но еще и такой некий мрачный символ наших сегодняшних времен я сошлюсь на события недели прошлой когда пелоси и же с ней сперва узнать это было еще раньше поснимали портреты спикеров которые имели какое-то отношение конфедерации хотят возмутительно потому что нельзя просто взять и вынуть из истории потому что из-за того что бабушки нэнси они не нравятся так не бывает и было уже законопроект хотя может его сенат все-таки застопарит в палате представителей о том что убрать 4 статуи политиков которые находятся в здании капитолия в частности там я бы обратил ваше внимание на двух человек это судья тони и губернатора северной калифории каркарали да каралины все почему время заговариваются на этом месте чарльз и как я не буду вам говорить что эти люди были абсолютно безукоризненные но тот же тони хотя он известен своим решением под рэду скотту который вроде бы узаконил рабство и лишил чернокожих их прав но это судья который сам при этом своих рабов освободил и в деле восемнадцатого года его знаменитых выступлений одно из его знаменитых выступлений где он называла рабство позором страны поэтому его личные взгляды просто вступили в контакт с введением конституции и введение взяло вверх правильный неправильный другой вопрос поэтому человек неоднозначный и спорить о нем можно и даже нужно но вот так взять и выкинуть статую это конечно возмутительно и когда черных может быть не особенно любил но он своем штате где он продвигал вообще образование сделал для образования чернокожих гораздо больше чем многие современные например активисты якобы борцы с фразизмом почему я на этом остановился хотя мы говорим про оливию де хэвелленд я говорю потому что голливуд оливия де хэвелленд хоть она сама английская англичанка по происхождению а последние годы жила вообще во франции но де хэвелленд она символ голливуда и наверное вот была последним последней фигурой из золотой поры голливуд он действительно создает нам представление о прошлом но вот такие люди как судья Тони или тот же губернатор Эйкок они может в кино попадали не так часто хотя жаль кстати говоря но теперь в кино мы все чаще и чаще естественно будем видеть либо переписывание истории либо идеализацию таких персонажей которые этой самой идеализации ну совсем не заслуживают например может вы помните совсем недавно был такой фильм как Трамбо он выдвигался я помню тоже на кучу Оскаров что-то по-моему даже получил и сценарист Трамбо был представлен там как несчастный жертвой ужасных антикоммунистов и вообще гением который был не понят своим поколением и затерроризирован и так далее Трамбо был неплохой сценарист даже талантливый готов признать но сам он например это его слова поверьте мне в своих воспоминаниях говорил что его главная заслуга это не сценарий а то что он помогал составлять черные списки антикоммунистических проектов и мешало их их реализации и это было для него был для него предмет особой гордости я фильм не видел сильно сомневаюсь что это фильм попал а еще Трамбо сейчас вы поймете почему я опять на него отвлекся еще Трамбо очень активно сотрудничал с таким очень длинное было название этого комитета назывался он гражданский голливудский независимый гражданский комитет по делам культуры искусства и профессии профессионс наверное да профессии в этот комитет вступали разнообразные либералы голливудские не только голливудские там и Эйнштейн насколько я помню состоял но преимущественно да это были голливудские либералы которые поддерживали правительство Рузвельта потом Трумэна которые естественно поддерживали новый курс либерализм и так далее тому подобное и там были заведомые друзья и просто напросто коммунисты которые этот комитет и направляли в нужную сторону и Трамбо был одним из спичрайтеров для этого комитета и вот в сорок шестом году для очередного митинга было решено что речь будет читать Оливия Де Хевелленд Оливия Де Хевелленд на тот момент уже была звездой серьезной те же самые несенные ветром вышли и вышли два фильма которые тоже и сделали имя это Капитан Блад и Приключения Робина Гуда развлекательные фильмы но Голливуд для Голливуда это классика и они сделали ее более узнаваемой чем многие драмы поэтому естественно Де Хевелленд должна была вот быть лицом того мероприятия и должна была огласить речь более того Де Хевелленд она была на тот момент вполне себе примерной либералкой она дружила со многими политиками не политиками она поддерживала политиков а дружила с актерами левых взглядов и более того факт не в ее пользу но все-таки мы его тоже с вами припомним ее даже приглашали она ходила на мероприятия посвященные годовщине очередной Октябрьского переворота в Голливуде это праздновали я кстати не удивлюсь если сейчас празднуют наверняка просто при этом пока народ в Советском Союзе особенно в сельской его части мягко говоря бедствовал а порой умирал от голода или от пуль или еще в лагерях то голливудские звезды наворачивали там водку с икрой под портретами Сталина Маркса Энгельса Чаплин к сожалению как к детальскому таланту был одним из главных организаторов и Дехевленд тоже туда любила хожу но тем не менее когда вот в сорок шестом году возвращаемся мы к истории с речью Трампа она посмотрела на эту речь то она вдруг поняла что что-то здесь не так потому что речь прославляла товарища Сталина прославляла коммунистическую систему Советский Союз и всячески по рецала Соединенный Штат ну то есть практически это типичная речь современного демократа но только если Сталина и Советский Союз поменять там я не знаю на Венесуэлу или на какой-то мифический скандинавский социализм якобы успешный но тем не менее если сейчас такие речи все за милую душу оглашают то вот Дехевленд тут начала понимать что она кажется ввязалась не совсем в то во что надо и обратилась к своему знакомому сценаристу по имени Эрнст Паскал чтобы эту речь переделать что и было сделано и не ставив известность ни Трампа ни Лоусона товарища по комитету и тоже видного коммунистического пропагандиста в Голливуде Хевленд произнесла речь где сказала что мы не должны ни в коем случае верить в коммунизм потому что мы верим в демократию и что мы должны следить за тем чтобы коммунисты ни в коем случае не руководили либералами потому что как только мы им это позволяем то мы становимся игрушкой в руках коммунистов которые могут делать с нами все что угодно использовать нас каких угодно своих интересов Трампа был в бешенстве естественно Лоусон тоже и проклинали они строптивую актрису будь здоров но один член этого комитета был в восторге от речи и через несколько там через некоторое время он с Дехевленд встретился и сказал и знаешь я очень рад был услышать от тебя эту речь потому что я боялся что ты одна из них на что Дехевленд улыбнулась и сказала знаешь я думала что ты один из них кстати вы догадались как зовут этого человека это Роналд Рейган который напомню тоже был тогда либеральным голливудским актером тем не менее вот этот вот эпизод он оказался во многом переломным для ну там много было много других событий с профсоюзами связанных так далее Рейган и еще по моему один из десять человек звезд из комитета потом вообще ушли а Дехевленд она еще долго боролась и пыталась добиться того чтобы комитет действительно представляла интересы либералов а не коммунистов но у нее это конечно не получилось поэтому насколько я помню она тоже ушла к счастью на ее карьере это все же серьезно не отразилось потому что ряд кинематографистов антикоммунистических потом карьерой своей заплатил за свой антикоммунизм но Дехевленд продолжала работать и более того продолжала кстати говоря сотрудничать и с пресловутым комитетом по антиамериканской деятельности палаты представителей при этом ее последние там показания они были уже в конце пятидесятых насколько я помню и более того они даже там чуть ли не секретные были где она рассказывала о том что действительно в голливуде влияние коммунистов было очень серьезно ну вот такая выдающаяся женщина про ее актерское мастерство я уж вам не буду говорить я вам просто посоветую найти те ее фильмы или еще наследница Хэрис или Туичи Цаун каждому свое собственно за них она Оскар и получила ну и фильмография у нее длинная вы легко можете ее обнаружить где угодно и на Википедии на МДБ на кинопоиске в конце концов поэтому смотрите фильмы помните запомните ее потрясающей женщиной что важно нам возможно Дехевленд так и не стал однозначно консерватором как например Рейган как Лизабет Скотт Роберт Монтгомери как ни странно если мы говорим о золотой эпохе Голливуда то там можно набрать антикоммунистов довольно много Джон Уэйн и так далее но увы со временем как вы знаете антикоммунистические настроения в Голливуде были почти полностью вытравлены да и консервативные тоже скорее всего консерваторы в Голливуде есть и даже периодически так многозначительно я вижу в статьях консервативных обозревателей ссылки на каких-то неназванных консерваторов Голливуда но видите сейчас такая ненормальная ситуация что многие консерваторы элементарно боятся сознаться в своих консервативных взглядах и хотя в кино нет нет что-то вдруг да проскакивает у того же Тарантино хотя он вроде бы на словах ну никакой не консерватор но фильмах нет нет что-то да есть и у многих других людей которые вроде бы себя позиционируют вполне левыми но не знаю либо у них что-то пробивается либо их сценаристов тем не менее найти примеры консерватизма очень редко но можно последние годы да это практически прекратилось и это прискорбно поэтому мы видим что в те годы кстати говоря коммунисты не скрывали своих взглядов в 40-е 30-е 40-е а пару их даже афишировали а вот сегодня консерваторам приходится гораздо сложнее в Голливуд и то что де Хевелленд женщина повторяю яркая женщина к видим смелая которая не побоялась пойти против ну не скажу что против системы но против того что было модно в ее кругах либерализм и заигрывание с коммунизмом были модным она не просто не побоялась пойти против но она еще и предупредила других либералов к чему приведет их вальяжность и готовность становиться полезными идиотами для коммунистов кто-то ее услышал как рейган и хотя рейган и без него конечно справился но тем не менее давайте сегодня в день ее памяти запишем это тоже в ее заслуги что она помогла все таки рейгану стать тем кем он стал кто-то не услышал но если вы помните наш прошлый выпуск где мы говорили о том что либералы должны либо стать консерваторами какой-то момент либо полностью уже сомкнуться с коммунистами де Хевелленд как видите об этом тоже предупреждала и за это ей большое спасибо сама она скорее всего тоже оставалась все-таки умеренной либералкой но за то что она сделала в сороковые мы всегда будем благодарны сейчас она умерла в тот самый момент когда голливуд выглядит совершенно безнадежным болотом откуда исходит только виск поощрение погромщикам и блм и демократам и до ее смерти это такой конец эпохи это действительно финала великого антикоммунистического голливуда чтобы дальше я конечно же не знаю и мне хочется верить что в какой-то момент эти скрытые консерваторы объявятся проявят себя но что-то пока не похоже поэтому я например вот этим летом так кинотеатры все равно не работают и может даже и хорошо вот большим удовольствием пересматриваю старые фильмы ну не только американские но и американские в частности и конечно вижу что разницу вы серьезная и когда такие люди как дэхэвиленд рейган кстати говорят джон уэйн и иже с ними лизбет скотта же самое были ведущими на ведущих ролях голливуде голливуд действительно мог создавать ту мифологию которая была универсальной и которой мы все могли следовать и противостоявший тоталитаризм да были и там мутные товарищи само собой но тем не менее такие как дэхэвиленд находили себе путь сегодня увы мы этого не видим и голливуд явно будет и дальше помогать переписывать историю что как я сказал в начале этого сегмента вообще на повестке дня у демократов это печально но чтобы не заканчивать на такой мрачной ноте просто посоветую вам еще раз когда слушали нас досмотрели найдите фильм из дэхэвиленд пересмотрите их или просто тех актеров которых я назвал и которые рядом с ней противостояли коммунизму и по коммунистической пропаганде старом голливуде почтим ее память женщина потрясающая женщина удивительная жаль что ее больше с нами нет здесь я умолкну если сергей что-то добавится с удовольствием передам ему слово у нас осталось буквально там три минутки времени а еще хотелось бы узнать о докладе британского парламента российского вмешательства да наверное тогда следующий раз мы о нем все-таки поговорим но не думаю что мы делаем его первым сегментом но поговорим обязательно он этот доклад был опубликован на прошлой неделе это комитет парламента по делам разведки и безопасности и он немного перекликается с тем что нам представляли комитеты американского конгресса но в ряде случаев в ряде направлений он и отличается от них в британской прессе на прежде всего консервативные уже много разных мнений о том как себя вести как реагировать но повторяю еще раз мы тогда подробнее все таки обсудим следующий раз пока я только скажу вам следующее что британцы отказались в своем докладе изучать влияние на результаты брексита поэтому он остается независимым несмотря на то что уже визги и крики по этому поводу стоят но нашли интересные связи наших кремлевских товарищей с шотландскими левыми кроме того в докладе есть ряд интересных наблюдений о том как сами британцы и британская элита потворствуют российской разведки и российской нынешней российскому нынешнему режиму и весьма может быть пессимистические но интересные прогнозы на будущее но повторяю подробности и некоторые комментарии уважаемых мною британских консерваторов которые кстати кто-то поддержал этот доклад кто-то нет тогда уже через неделю ну естественно приоритет американским новостям но про это мы тоже поговорим поэтому наверное вот здесь уже время наше иссякает да по поводу переписывания истории не помните пелоси наставила на том чтобы из капитолии здание капитоне вынесли все скульптуры так людей так или иначе причастных по об этом упоминали в начале в самом интересно резолюцию который предложил луи гомер конгрессмен из техаса да это как говорят современным языком это был троллинг высшего уровня перечислив все заслуги в кавычках демократической партии начиная я не знаю с рабовладения с гражданской войны с отстаиванием права на рабовладельцев с куклы к скланы и так далее и так далее вот все это перечислить фон как бы резолюция предусматривает переименование демократическое запрет демократической партии в конгрессе поэтому они должны переименовать ее чтобы так сказать уже покончить с проклятым прошлым основательно раз и навсегда этот роллинг был высшего пилотажа иван огромное спасибо и до встречи спасибо вам до встречи